Уважаемые коллеги, добрый день! Да, тема сегодня такая, что прямо напряжешься, когда читаешь, но на самом деле наша сегодняшняя с вами задача состоит в том, чтобы все ваши страхи развеять, а страхи как развеять? Информации, да, когда мы знаем, что нас ждет, нам уже не так и страшно. Поэтому давайте будем разбираться и начнем мы, как всегда, с того, что мы будем рассматривать. Значит, первое, мы поговорим о том, что происходит с перечнем рецензируемых научных изданий, будут ли там какие-то изменения, ждать ли их, вообще в каком ключе он развивается, этот перечень. Конечно, поговорим о публикациях аспирантов и докторантов, что там тоже у нас с качественными и количественными характеристиками происходит. Но, что называется, наверное, самое то, что всех сейчас волнует, это новая номенклатура научных специальностей, новые паспорта научных специальностей. Безусловно, те, кто работают в диссертационных советах, отделах аспирантуры, они более осведомлены. Но аспиранты с докторантами иногда просто не знают даже, где взять материал, где взять эту информацию. Поэтому сегодня мы об этом с вами поговорим. Я вам, что называется, все пароли явки покажу, чтобы вы не так тревожились относительно тех изменений, которые происходят. Ну и, безусловно, мы с вами четко понимаем, что если меняется номенклатура, это повлияет не только на тех, кто пишет диссертации, но и на тех, кто эти диссертации оценивает, принимает и так далее. Поэтому диссертационные советы и как они будут себя чувствовать в условиях вот этих изменений, мы тоже сегодня с вами обсудим. Итак, давайте начнем с перечня. И, собственно говоря, прежде чем говорить о том, что с ним будет происходить, давайте составим себе представление о том, что сейчас на данный момент мы имеем, и посмотрим немножко, оглянемся в прошлое для того, чтобы тоже какое-то напряжение немножко снять. Значит, актуальный перечень, я прям сегодня проверила всю презентацию с точки зрения, а вдруг у нас иногда так ВАГ делает, да, нам встречаться, они что-то меняют у себя. Так вот, актуальный перечень на данный момент действует от 12 июля 2021 года и содержит две с половиной тысячи, ну, с лишним, да, изданий. Обращаю ваше внимание, специально даю справочную информацию с наших прошлых таких же вебинаров, когда мы рассматривали происходящее изменение, и очень часто нас так пугают, да, что вот чистка, перечня, все так серьезно, страшно и так далее. Но если мы с вами посмотрим на то, что происходит, да, в 2019 году, 2020 и 2021 мы видим, что количество изданий в перечне на самом деле увеличивается, а не сокращается. Вот сейчас информация представлена о перечне рецензируемых изданий, которые мы по старинке обычно называем перечень ВАГ. Безусловно, он не единственный, где можно опубликоваться и где можно искать журналы для себя. Есть еще перечень отечественных изданий, которые входят в международные базы. И если ваша публикация, вы готовите диссертацию, и ваша публикация размещена в этих изданиях, она тоже вам зачтется на таком же абсолютно статусе, как и публикация из предыдущего перечня. То есть эти журналы допускаются ВАГ для публикации результатов научных исследований при защите диссертации. Что здесь с этим списком? Сразу хочу сказать, что этот список меняется реже, реже, ну где-то раз в год, может быть два раза. Вот я прям в каждодневном режиме за ним не слежу, но он более стабильный. Тем не менее, опять же, если мы посмотрим цифру, которую я вам даю справочно, мы видим, что количество изданий в этом перечне тоже расширяется. То есть у нас с вами выбор с точки зрения того, где опубликоваться, чтобы эти публикации предъявить как результат вашей аспирантской деятельности, вашего пути по движению к защите диссертации, и то и другое вас абсолютно устраивает. Где взять ссылочку на перечень? Перечень находится на странице ВАК, главную страницу находим, в разделе документы находятся эти перечни. То есть здесь проблем никаких нет, либо можете заглянуть ко мне в группу, там эти перечни тоже есть. Я в конце дам адрес этой группы, она открытая, там просто есть полезная информация для аспирантов-декторантов. Что нам с вами нужно знать? То есть вот эта ситуация, которая сейчас на данный момент времени. Что мы можем с вами ожидать, каких изменений? Значит, обращаю ваше внимание, что, во-первых, принятые рекомендации ВАК, они приняты еще летом. То есть это официальный документ, это не то, что я придумываю и говорю, как это будет, да, мое ощущение, значит, есть настрой у научного сообщества, у экспертного сообщества все-таки повышать качество тех изданий, которые включаются в перечень ВАК. Ну, давайте будем откровенными, не секрет, что некоторые издания из этого перечня, мягко говоря, не очень-то качественные. И когда у нас с вами была встреча, был вебинар по подбору журнала для себя, мы с вами прям смотрели, что вот этот журнал, такие-то сроки рецензирования, такие-то условия, а вот этот такие-то, и сразу понятно, что они нереальны, да, то есть журнал делает вид, что он рецензирует работы, но на самом деле это очень формально происходит. По сути, вы платите деньги за размещение публикации, у вас ее принимают. Так вот, такие журналы не очень устраивают ВАК и, соответственно, будут вестись. Не то, что будут вестись, я вам даю сроки, на которые стоит ориентироваться, а работа уже ведется, потому что летом еще принято решение о создании рабочей группы, которая уже действует. Поэтому, что мы можем с вами себе зафиксировать, да, определенные предложения, которые возникнут у этой группы, будут внесены до 15 октября, да, и, соответственно, в декабре будет приниматься решение относительно того, что будет дальше с этим перечнем, какие журналы останутся, какие не останутся и так далее, и тому подобное. Татьяна анонсировала в начале курса, вот 15 октября будет принято решение, соответственно, на курсе я уже эти все решения, безусловно, буду учитывать, и вы их узнаете, что там, какие движения в этом направлении происходят. Но в любом случае себе на заметочку вот эти даты возьмите, то есть 15 октября и декабрь 21-го очередные изменения какие-то нас будут ждать. Что вообще происходит с точки зрения требований к публикациям? Здесь очень важно для себя вспомнить, если вы забыли, мы с вами об этом говорили в прошлом учебном году на наших встречах, даже если кто-то не был, я сегодня напомню, у нас изменилось положение присуждения ученых степеней. Оно изменилось с нашей последней встречи даже не один раз, и последняя актуальная версия положения присуждения ученых степеней стала действовать 20 сентября 21-го года. То есть вот буквально чуть больше недели действует новое положение. Изменения, которые есть в положении, достаточно существенные, поэтому все, что имеет смысл прокомментировать, я безусловно сегодня прокомментирую, не надо бежать это положение скачивать, хотя если у вас есть желание, в любой базе, хоть гарант, хоть консультант это положение есть, можно посмотреть, но я вам сэкономлю время, самые важные вещи расскажу очень точно и кратко сегодня. Итак, первое, что изменилось, это уточнены отрасли наук при определении количества необходимых публикаций. Вспоминайте, когда мы с вами ранее говорили о публикациях, мы знали, что были количественные ограничения для диссертации на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук, но не было расшифровки по специальностям. И по отраслям наук это вызывало затруднения. Сейчас обращаю ваше внимание на вот эту расшифровку. То есть сейчас прям конкретно перечислены отрасли науки. Не так, как раньше, по гуманитарным и таким-то, а прямо они названы. По каким 15, по каким 10. Потому что у некоторых была такая неуверенность, путаница, да, а меня, какой норматив, вот какое ограничение меня касается, вот это или вот это. Теперь такого не будет. Здесь все без всяких и т.д. и т.п., да, все конкретно отрасли наук перечислены, и вы ориентируетесь. Если вы пишете докторскую диссертацию, то у нас ориентир 15 или 10 статей в тех самых журналах, о которых мы говорили выше из двух перечней, на докторскую диссертацию. Если мы говорим о защите кандидатской диссертации, то то же самое у нас указаны теперь конкретные отрасли наук. Количественно требования, как вы видите, не поменялось. Три-две в соответствии с разными отраслями наук. Это количество у нас сохранено. Я прямо вот сейчас на слайде находится просто скрин из нормативного акта, да, я прямо вам некоторые вещи добавляла в слайды именно таким образом, чтобы вы понимали, как конкретно сформулировано требование в положении или в том нормативном документе, где оно отражено. Итак, что касается еще изменений, которые есть и которые тоже касаются публикации. Значит, опять же, мы с вами ждали, и это действительно уже принято в положение присуждения ученых степеней. Теперь защитить докторскую диссертацию можно совершенно в другом формате. То есть мы не пишем диссертацию как самостоятельную работу и не готовим публикации, как вот мы сейчас только сказали, не пишем эти 10-15 публикаций, а мы планируем, например, подготовить диссертацию в виде научного доклада. Что это значит в двух словах, да, для тех, кто не слышал? Это возможность защитить диссертацию по совокупности опубликованных работ. Так вот, это требование к этим работам, количественное и качественное, оно теперь не просто предложено, да, оно теперь внесено в положение, и, следовательно, мы на него можем ориентироваться. Обращаю ваше внимание, что если вы готовите докторскую диссертацию и хотите использовать именно такой способ защиты диссертации, то ваши публикации будут рассматриваться за последние 10 лет. Опять же, мы видим, что у нас перечислены все отрасли наук и указано количество публикаций. То есть 50 для первой совокупности отраслей наук, и для всех остальных не менее 30. И обращаю ваше внимание, что для защиты в таком формате диссертации установлено не просто, сколько нужно публикаций, да, а где эти публикации должны находиться, и мы видим, что это публикации индексируем в международных базах данных, конкретно для первой категории научных отраслей науки, это у нас первый, второй, третий квартель, для всех остальных первый и второй квартель. То есть вот здесь даже в этом есть определенный нюанс. Меньше, но квартель более высокий. Соответственно, ну, не сказать, что это сильно простая затея в таком режиме защитить диссертацию, но зато теперь у людей, которые хотят защищать докторскую, есть выбор, и вы можете принимать осознанное решение, каким образом вам двигаться к вашей цели. Что касается вот вообще изданий, которые размещаются, индексируются в разных местах, да, на что нам нужно ориентироваться, потому что, ну, вот, допустим, для защиты докторской в виде научного доклада мы поняли, это только международные базы. Если же мы говорим о стандартных формах защиты, то что здесь нам нужно понимать? Значит, пункт 11, положение о присуждении ученых и степеней претерпел изменения, и он теперь, ну, он претерпел изменения еще в марте, как вы видите, да, так, у меня убралась указочка. Видно, друзья, указку? Мне на огонечек нажмите, пожалуйста. Все, благодарю. То есть мы видим, что в марте еще 21 года вот эта формулировка возникла, и смотрите, что мы из этой формулировки должны для себя взять на заметку. Значит, помимо тех двух перечней, которые выше мы обсуждали, которые на сайте ВАК размещены, и которые любой из вас может зайти и себе сохранить, да, то есть это никакая ни тайна, ни секрет, здесь есть утверждение, то есть новое требование, и точнее говоря, даже это не требование, это возможность, это расширение возможностей, что если вы опубликовались в других изданиях, но они индексируются в базах Web of Science, Scopus, да, то, безусловно, эти публикации вам тоже в копилочку ваших публикаций идут. И, кроме того, не забываем о том, что у нас есть издание, которое индексируется в RSI, это не буду сейчас очень подробно вам объяснять, опять же, если вы не были на вебинаре по публикациям, пожалуйста, посмотрите его, он у нас в прошлом учебном году был, я там объясняла, это часть, скажем так, часть базы работ научных, которая находится на платформе Web of Science, но не индексируется, то есть не является ядром этой базы, то есть это региональная такая часть, которая находится в базе, но в ней пока не индексируется. И вообще, если мы говорим о том, что ждать, да, то мы можем сказать, что все требования, в том числе мы понимаем, что наши контракты трудовые, например, если мы работаем преподавателем или ведущим научным сотрудником, или там просто научным сотрудником где-то в научных организациях, они начинают зависеть уже не от публикаций в перечне ВАГ, а от публикаций именно в международных базах. Так вот, буквально в качестве примера покажу, что происходит со скопусом, опять же, только для того, чтобы акцентировать ваше внимание на расширении возможностей. Обращаю ваше внимание, что я на слайде привела только количественные показатели тех изданий, которые сейчас действуют, то есть они самими, то есть агрегатором этой базы, да, называются активные издания, то есть в них можно сейчас опубликоваться. Это 41,5 тысячи с лишним этих публикаций, ой, прошу прощения, изданий. Так, и здесь, конечно, это не июнь 2020 года, друзья, это 2021 года, это у меня здесь опечатка на слайде сверху. Ну и кроме того, мы можем сказать, что российские издания тоже индексируются в скопус, и их количество тоже растет. Вот специально вам дала два примера по предыдущим периодам, и мы видим, что их количество увеличивается. То есть если мы хотим пойти таким путем, без проблем мы можем его использовать. Если мы говорим о российском индексе, да, который совместный проект, да, и этот перечень вы спокойно можете найти на сайте научно-электронной библиотеки e-library, просто через поиск. И обращаю ваше внимание, что количество изданий тоже увеличивается. Сейчас там 887 изданий, и в принципе туда стремятся, безусловно, попасть, поэтому есть надежда на то, что этот перечень тоже будет расширяться. То есть с точки зрения публикации, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что наши возможности расширяются, причем в различных направлениях. Знаете язык, хотите публиковаться в иностранных изданиях? Пожалуйста. Не знаете языка, хотите российские, статусные, качественные, с высоким рейтингом журнал? Пожалуйста. Это, скорее всего, будет журнал, который входит в RSCI как раз. Пожалуйста. Хотите, вы только начинаете свой путь, вы только начинаете готовить кандидатскую диссертацию. Вам даже сложно подумать о том, что можно опубликовать статью где-то в другом, там, в другой стране, в таких серьезных изданиях. Пожалуйста, вы можете начинать с более простых изданий, то есть, например, с тех, которые включены в перечень ВАГ. Поэтому благодаря вот такому подходу, его не нужно пугаться. Вот этих извинений пугаться точно не нужно, потому что они как раз дают нам больше возможностей. Что касается, вот я сказала, что вы можете этот перечень посмотреть, да, если мы зайдем с вами в каталог журналов, которые есть на e-Library, это стандартная вкладка журналов на e-Library, то вы там увидите, вот галочкой можете отметить, входит в базу данных, да, сделать поиск, и у вас выйдут на экран под этим окошком все журналы, которые в данный момент входят в этот индекс. Это очень удобно. Естественно, раз e-Library курирует с российской стороны этот перечень, то здесь всегда актуальна информация, поэтому, безусловно, этому ресурсу можно доверять и эту информацию брать прямо отсюда. Ну и напоминаю, если вы будете искать какой-то журнал, вы можете, и вам нужно, чтобы он входил в эту базу, вы можете дополнительно ставить такую галочку, и при поиске журналов вы будете получать необходимые вам журналы. А так, если вы сделаете вот пустое, без тематики, без всего, вам выйдут все эти 887 журналов для ознакомления. Ну и если мы с вами говорим о RINSE, то что мы здесь можем для себя как бы отметить? Что VAC не предъявляет никаких требований относительно того, чтобы ваши публикации были именно в RINSE. Опять же, в прошлом году на нашем вебинаре я вам говорила о том, что RINSE и VAC, скажем так, поссорились, и VAC принял решение, что не обязательно в VACовский журнал должен индексироваться RINSE. И мы с вами теперь имеем такую ситуацию, при которой, например, журнал индексируется в RINSE, но VACовским не является, это стандартная ситуация для большинства журналов. Но имеем мы и другую ситуацию, когда он входит в перечень VAC, но не индексируется в RINSE. А когда на вас это влияние какое-то оказывает? Только тогда, когда вам, например, для работы, не для диссертационной, а для своей обычной работы, надо понимать, что ваша публикация пойдет не только в копилочку для подготовки диссертации, но и повлияет на вашу публикационную активность. Вот если это важно, чтобы она влияла на ваш индекс Хирша, то тогда вот за этим следим. Если не важно, то значит, ну, не следим, потому что именно в RINSE формируется ваш вот этот вот индикатор вашей научной деятельности, и поэтому вот такая ситуация. Так, вопрос, почему в текущем списке VAC журнала на e-library VAC? С чем это может быть связано? Ситуация как раз обратная на e-library больше, чем в перечне VAC. А ситуация может быть абсолютно любая, потому что теперь нет вот этой привязки RINSE и VAC. По поводу того, что в актуальном списке 2400 журналов, ну, я не знаю, какой список, Ольга, берете вы. И у меня вот список, то есть данные, которые я сегодня говорю, они взяты с сайта VAC, и там цифра другая. Насколько я помню, сейчас на вскидку ее не произнесут, да, на память. Поэтому, друзья, если мы говорим о публикациях, мы вот эти вот все моменты для себя во внимание берем. А что касается номенклатуры специальностей? Значит, с номенклатурой ситуация пугающая многих. Почему? Потому что у некоторых, что называется, как многие говорят, о моей специальности теперь нет совсем. Ну, давайте разбираться с тем, что у нас будет происходить с номенклатурой, и вообще зачем она нам с вами нужна. Значит, во-первых, номенклатура специальности, вообще что это такое? Когда вы защищаете свою диссертационную работу, то у вас есть определенная отрасль научная, в которой вы проводите исследования, и определенная научная специальность. Вот как раз шифр специальности, на которой вы ориентируетесь, это и есть ваша научная специальность. Так вот она, эта научная специальность, она показывает некий спектр вопросов исследовательских, на которые должна быть нацелена ваша диссертация, чтобы вам по этой специальности присуждили ученую степень. То есть вы не можете написать работу хоть о чем, но, например, в области экономики. Нет, вам нужно написать именно, попав вот в эту зону научной специальности. Поэтому ваша тема и научная новизна вашего диссертационного исследования должна попадать в эту специальность. И что мы имеем? Раз специальность меняется, паспорта специальности меняются, то, естественно, и нам сложно понять, а моя тема еще защищаема, она пройдет, или мне теперь нужно что-то менять и так далее. Это зависит от того, вообще, на каком этапе вы находитесь, честно говоря, и к концу вебинара станет понятно, кому нужно действовать, а кто остается так, как он будет. Значит, что касается старой номенклатуры, давайте на нее взглянем, какой вид она имела и что здесь мы могли с вами увидеть. Значит, во-первых, у нас был шифр специальности, наименование групп специальностей и как раз-таки вот отрасли наук. Я взяла экономику только по той простой причине, что там очень наглядны, понятны изменения, которые произошли, и я сейчас их покажу. То есть вот у нас было несколько шифров по экономическим наукам, и, соответственно, каждый защищающийся защищался по определенной специальности. Например, я кандидатскую диссертацию защищала по специальности 08001 экономической теории, а докторскую по другой специальности по 08005. Поэтому региональная экономика. Поэтому такое возможно, да, и, соответственно, люди ориентировались по этому шифру на паспорт конкретной специальности. Что теперь у нас происходит? Вообще, почему, с чем связан вот этот вот переход на новую номенклатуру? Это связано с тем, что, по мнению экспертного сообщества, и на самом деле это так и есть, появилось много новых таких научных тенденций, тем, которые так или иначе не в полной мере представлены в старой номенклатуре специальностей. И поэтому, ну, просто требовалось ее обновление. И в связи с этим, в общем, это не вчера вообще, номенклатура-то у нас появилась новая, да. Приказ об этом мы видим, это еще в феврале 2021 года. И, в общем-то, движение происходит в этом направлении и по сей день. И мы можем сказать, что номенклатура уже принята. То есть этот документ уже принят. Как теперь эта номенклатура выглядит? То есть она изменилась не просто по сути, она изменилась даже внешне. Значит, у нас есть область наук, у нас есть группа специальностей, научная специальность и точно так же отрасль наук. А что мы здесь видим? Вот та самая экономика, которая у нас была с шифром 0800, сколько там, теперь шифр будет другой, да. Мы видим совершенно другие цифры. Кроме того, например, вот я вам специально показывала на своей второй специальности, что у меня была специальность, в которой региональная экономика входила вот там как элемент, да. Теперь она названа даже по-другому, она называется даже по-другому. Поэтому, естественно, люди, которые сейчас находятся в процессе подготовки диссертации, кто начинает, возможно, их уже соориентировали на эту новую номенклатуру. А те, кто в процессе, те, кто на выход уже готовы, да, на защиту выйти, то тут, конечно, больше сомнений, волнений и так далее, но мы сейчас их с вами развеем. И так получается, что на старую номенклатуру мы однозначно уже не ориентируемся, потому что она, да, какой-то переходный период есть, безусловно, но уже нужно ориентироваться на новую номенклатуру. Что вообще в этой номенклатуре поменялось? В этой номенклатуре изменилось и количество групп научных специальностей, оно сократилось, и количество самих специальностей, да. Кроме того, раз мы говорим, говорили о том, что старая номенклатура не содержала того, что новое, современное уже сейчас актуально, естественно, туда это было добавлено. Если говорить о новых каких-то группах, которые появились, то появилось 4 новые группы, видите, связаны с компьютерными технологиями, биотехнологиями, недропользованием и когнитивными науками. Ну и по одному новому профилю возникло в определенных группах специальностей. То есть если вы работаете в рамках специальностей, которые сейчас есть на слайде, делайте себе скрины, смотрите, чтобы вы более внимательно еще посмотрели на то, что именно у вас изменилось. Безусловно, есть специальности, которые фактически не претерпели никаких изменений, поэтому здесь больше внимания именно для тех, кто, скажем так, в зоне риска. Какие разъяснения ВАК по поводу номенклатуры мы имеем уже на данный момент? Значит, почему я сказала, что те, кто только начинают свое исследование, формулируют тему, определяются, пойти, не пойти и так далее, только вообще вот с этого года начали свою подготовку в качестве аспиранта, ваша тематика диссертационных работ уже должна соотноситься с новой номенклатурой, и по идее это вообще уже должно действовать с апреля этого года. То есть, как только вот решение то было принято, оно уже должно было действовать. Ну и, безусловно, нам четко нужно понимать, что раз номенклатура сменилась, то и паспорта специальностей, они тоже изменятся, и, в общем-то, работа в этом направлении уже ведется, проекты паспортов мы с вами уже видим. Мы их имеем, они размещены на сайте ВАК, если хотите, можете их посмотреть по своей научной специальности. Опять же, показываю вам ту же самую область науки, да, и, соответственно, вот экономику, как группу научных специальностей, как отрасль наук, как выглядит паспорт. То есть он теперь будет выглядеть вот таким вот образом. Многое изменилось, да, вот чисто даже зрительно воспринимается он совершенно по-другому, и паспорт, в принципе, стал намного меньше. То есть он в старом варианте был более такой расширенный, да, он позволял какие-то идеи взять из этого паспорта, он был больше в помощь аспиранту, скажем так. Сейчас он менее конкретный, с одной стороны, может быть, это плюс, с другой стороны, это минус. Ну, на курсе мы с этим будем разбираться, как работать с паспортом специальности, уже, естественно, с новым. Я вам и старый, и новый покажу, объясню, какие есть нюансы, и как можно использовать себе в помощь паспорт специальности при работе с диссертацией. Ну, и, естественно, опять же, что нас больше всего тревожит, а что будет, да, раз я, там, вот, на паспорт, на старый ориентируюсь, когда эти паспорта будут утверждены, а вдруг они изменятся, даже эти проекты, потому что там так и написано, что это проекты. Давайте еще несколько дат для вашего ориентира. Значит, уже закончился срок подачи каких-то предложений в паспорта, да, 15 сентября он истек, и теперь пошли следующие по вот этому регламенту, принятому ВАГ, следующие этапы. Значит, за осень будут вот эти все предложения просмотрены, изучены, что-то будет включено, что-то отклонено, и обращаю ваше внимание, что предстоит принять окончательные варианты паспортов научных специальностей до 1 декабря 2021 года. То есть, опять же, в рамках курса мы успеваем увидеть окончательные варианты паспортов научных специальностей, с ними поработать. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если вам вдруг что-то будет непонятно по вашему паспорту. Ну и я вот последнюю пару слайдов, да, ссылалась на то, что мы на курсе с вами будем работать, поэтому скажу о нем пару слов. Полностью обновленный и расширенный курс, который действительно мы проводим уже не первый раз. Я с удовольствием приглашаю тех, кто сомневается писать, не писать, или у вас не получается писать, да, как многие участники приходят перед тем, как говорили, что вот я хочу бросить, но дам себе последний шанс. Если разберусь, то буду дальше двигаться. Вот если вы находитесь в такой же ситуации, пожалуйста, приходите. Мы стартуем 9 ноября, будем встречаться по два раза в неделю, естественно, в режиме живых вебинаров, вот точно так же, то есть я не просто вам буду все рассказывать, будем это все обсуждать, вы будете иметь возможность задать вопрос. Безусловно, есть режим проверки домашних работ, что самое ценное вообще на курсе, потому что прямой контакт, когда у нас есть с вами, я вам даю обратную связь, все комментирую, подсказываю, где у вас там не совсем туда вы смотрите, да, и где стоит поправить, поэтому с радостью буду ждать нашей встречи на курсе. Я буквально два слайда о темах, просто для того, чтобы вы понимали, о чем курс, и будем двигаться дальше. Во-первых, безусловно, ну, в режиме часового вебинара сложно все-все-все вам сейчас пояснить, поэтому на курсе все новые требования будут детально представлены. Более того, я всегда даю все нормативные материалы, вы будете полностью обеспечены всем пониманием, куда вам посмотреть, по какому вопросу. Посмотрим, в чем меняется ваша дорожная карта, ваш путь от того момента, где вы есть сейчас в защите диссертации, как его оптимизировать, как пройти его эффективно, не жертвуя качеством ни в коем случае вашей работы. Очень ценная тема по планированию работ, когда мы, ведь многие не защищают, у нас малый процент защитившихся в России, да, почему? От числа аспирантов, потому что, не потому что кто-то не способен, кандидатскую диссертацию способен написать практически любой человек, но просто можно распланировать этот путь для того, чтобы вы смогли его пройти. Посмотрим, из чего начинается диссертация, как сделать так, чтобы вам было ее легко и понятно писать. Поговорим и о научной новизне, и о практической теоретической значимости, где их вообще найти, как их обосновать и так далее. Безусловно, прикладные вещи по литературе. Возьмем очень подробная будет тема. Конечно же, публикации, то есть не просто, как, где там найти журнал, но и, собственно говоря, о том, как опубликоваться, как написать статью. И прямо на курсе будем писать вместе статью с вами. Многие участники курса за время курса пишут статью, и это очень классно. Те, кто с домашней, с проверкой домашних заданий, я проверяю эту статью, даю рекомендации, как усилить текст и так далее. Конечно же, работа с текстом самой диссертации – это, само собой, центральное вообще место вашей деятельности, все фишки, лайфхаки, которые знаю, с радостью с вами поделюсь. Автореферат – это то, без чего диссертация не существует, поэтому об автореферате отдельная тема, как его написать, когда, как, опять же, оптимизировать этот процесс, почему автореферат так важен, несмотря на то, что это очень короткая научная работа в сравнении с диссертацией. Ну и в этот раз я поняла, что тема защиты диссертации, она не просто очень актуальна. Если по поводу защиты диссертации, точнее говоря, подготовки там и так далее к самой диссертации, хоть где-то что-то можно посмотреть, то по защите и по процессу, и потому что дальше будет. Это в основном практика, да, это те нюансы, которые возникают уже на пути, поэтому, опять же, вот сначала о том, как готовиться, какие документы, что с собой брать, что не брать, как психологически подготовиться и так далее. То есть весь-весь-весь комплекс вопросов. Ну и, конечно, финальная тема, связанная с вашей успешной защитой, которой мы идем, и, что называется, есть ли жизнь после защиты, а что будет, когда вы защититесь. Поэтому, если вам интересно, я буду рада вас видеть, пожалуйста, приходите, и там будем разбираться очень подробно. Так, у нас какой-то вопрос. Скачать презентацию данного вебинара. Валентина, я не даю презентации, можете делать скрины, как бы, без проблем. Значит, что касается дальше, нам нужно с вами поговорить о диссертационных советах и о том, что будет в связи вот с этими изменениями номенклатуры, паспортов и так далее. Вообще положение, кстати говоря, положение о диссертационном совете тоже будет меняться, поэтому здесь вот это нам тоже имеет смысл знать. Буквально напомню вам, что у нас два типа диссертационных советов. Это советы, деятельность которых регламентирует ВАГ, а именно Министерство образования, и советы, которые самостоятельно присуждают ученые степени. Им они наделены достаточно высокой степенью самостоятельности, и поэтому практически иначе, практически полностью иначе там обстоят дела с защитами и с требованиями. Потому что они имеют право эти требования устанавливать сами. Но их требования, напомню, не могут быть ниже, чем стандартные требования ВАГа. Поэтому про те советы буквально два слова скажу, вот про эти советы чуть подробнее. Значит, те советы, которые действуют и относятся к компетенции ВАГ, вы о них можете все посмотреть опять же на сайте ВАГ, на главной странице есть вкладка «Диссертационные советы», заходите и видите. На данный момент, сегодня прям перепроверила, на данный момент на сайте размещены 1652 действующих диссертационных советов. И вот здесь особенно обращаю ваше внимание на справочную информацию, а здесь ситуация прямо противоположная тому, что мы с вами видели относительно публикаций. То есть если у нас возможности публикаций, выбор изданий, он расширяется во всех смыслах, и ВАГовский перечень, и международные базы, все расширяется, возможности больше. То здесь мы наблюдаем уменьшение числа диссертационных советов, и изменения будут происходить дальше. Кстати, возможно, мы увидим перелом тенденции в этом смысле. Почему? Потому что будут изменены требования к диссертационным советам. Для диссертационных советов это будет требование более... Ну, не что простые, нет, конечно. Но мне думается, что некоторые образовательные организации, научные организации, которые сейчас не могут создать свой совет, потому что у них недостаточное количество докторов, да, и это не представляется возможным, то, безусловно, вот новые изменения дадут такую возможность. Что касается самостоятельных советов, то они как были утверждены в 2017 году, так пока там расширение и не происходит. Это 4 научные организации, 19 образовательных. Ну, НГУ и СПБГУ я вообще не беру, у них особый статус. Вот этот список, он... Я даже не привожу этот перечень, он старый, вы наверняка его знаете, я просто акцентирую внимание, что пока на данный момент их количество не увеличено. Но, опять же, еще в прошлый раз мы с вами обсуждали, что ВАК рассматривал возможность, ВАК вообще как бы есть такая цель увеличить количество этих советов. Поэтому организации могут подать документы на получение вот этого права. Поэтому, опять же, я думаю, что эти советы потихонечку будут увеличиваться. Какие конкретные изменения нам важны с вами? Значит, во-первых, те, кто на выходе, у кого диссертация уже практически готова, те, кто успевают защититься. Обращаю ваше внимание, что нужно сделать так, чтобы вы защитились до 16 октября 2022 года. Опять же, все сроки, а как так сделать, чтобы до 16 успеть? Это когда мне надо подать работу? Это какие этапы мне нужно еще пройти? То есть мало же написать диссертацию, да, очень часто, особенно когда курс начинается, и мы начинаем только говорить о пути, я понимаю, что у нас и аспиранты, и декторанты весь путь свой до конца не понимают. У многих есть ощущение, что вот я напишу диссертацию, и там через два месяца или через месяц я защищусь. Да нет, конечно, друзья, ну вот нет. Поэтому для того, чтобы вы понимали, как это организовать, чтобы это было вообще возможно, когда мне все публикации нужно иметь, к какому конкретно периоду. Вот эти все нюансы, они очень важны, иначе ваша цель может здесь быть не достигнута. Поэтому либо приходите, либо разбирайтесь. Это безусловно доступно, можно разобраться и самим, просто чуть дольше на это потратите время для того, чтобы пройти вот этот свой путь через свои ошибки. Ну и то, о чем я говорила, смотрите, минимальное число членов диссертационного совета будет сокращено. Поэтому для каких-то региональных вузов, например, станет доступно открытие своего совета. Более того, обращаю ваше внимание, что допускается введение в число членов диссертационного совета ученых со степенью кандидата наук. То есть это тоже такое прям новшество-новшество. И, соответственно, вот здесь я думаю, что мы увидим все-таки и в этом направлении расширение возможностей. Значит, а если я вдруг не успею защититься до 16 октября, что произойдет? Ну ничего не произойдет, защититесь 17 октября, но делать это будете уже полностью по новым требованиям, по новой номенклатуре и так далее. Поэтому вот это ориентир с учетом того, на каком этапе готовности вы находитесь. Понятно, что если вы только в аспирантуру сейчас, в этом сезоне, в этой осенью только пришли, ну, наверное, можно такие амбициозные планы ставить. Но если вот у вас уже вторая часть пути, то, конечно, старайтесь вот эти даты, к этим датам, к этой дате успевать. А что делать вот в связи с этой всей ситуацией аспирантом и докторантом? Как быть, да, вообще куда кинуться, как не потеряться? А, друзья, вижу ваши вопросы. Давайте я чуть-чуть на них отвлекусь. На сайте Вакнина Катура Паспортов специальности смотреть, в какой вкладке. Ой, ну я вот прям так на память не помню. Я не до такой степени знаю этот сайт, чтобы прям вот вспомнить. Посмотрите по этим вкладкам, по-разному, и там увидите. Если нужна номенклатура, опять же, проблем нет. Давайте я в группе ее размещу, вы зайдете и возьмете, не будете тратить на это время. Потому что у меня-то она, естественно, сохраненная есть. Давайте я вам сэкономлю время. Это я отвечаю на вопрос Зои. Александр спрашивает, теперь аспирантура не является уровнем образования, как раньше. Александр, ну, на самом деле, тут вопрос не окончательный, скажем так, да. Тут много всевозможных разговоров об этом. Опять же, нам с вами, тем, кто, например, пишет диссертацию, вот какая разница, является это уровнем образования или не является. Нам, знаете, что больше важно по поводу аспирантура. Например, там то изменение, я вот сегодня про аспирантуру специально не говорила, потому что это, наверное, тема еще одного разговора, потому что там тоже столько всего меняется, что просто вообще невозможно. Если вы аспиранты, вам, конечно, наверное, надо в это вникнуть. Если будет такой запрос, потребность, можно просто отдельный вебинар по этому поводу провести. То есть для нас важно другое. Для нас важно то, что сейчас решение относительно того, что защита диссертации должна стать обязательной в рамках аспирантуры, вот оно прям вот, вот прям такое ощущение, что не сегодня-завтра, не сегодня-завтра, да. Поэтому вот это вот уже более серьезно. А на каком там такой уровень образования или науки, я думаю, что это не сильно важно. Хотя, не знаю. Так, кандидат наук, наук и в совет и по защите докторских. Ну, опять же, вот понимаете, это еще на уровне рекомендаций, да. И поэтому мы до конца не можем еще понять, возможно, будет опять ситуация, при которой будут так называемые кандидатские советы и докторские советы. Возможно, этой ситуации не будет. Возможно, это будет, да, что, например, вот эти... Ведь есть разные кандидаты наук, да, очень активные, имеющие много публикаций и так далее. Поэтому посмотрим, поживем, увидим. Мы сейчас с вами находимся в таком времени перемен, да, когда, можно сказать, каждый месяц до конца года мы будем ожидать чего-то новенького. Поэтому активизируясь, безусловно, я в рамках своей деятельности в группе и буду размещать вам информацию, так что можете к ней присоединиться. Итак, что делать аспирантам и докторантам? Ну, во-первых, естественно, важно следить за этими изменениями. Вы это можете делать самостоятельно. Вся нужная для вас информация располагается на сайте ВАГ. Он не такой простой, он не интуитивно понятный, не старый, не новый сайт, не является каким-то прям прозрачным, легким для восприятия и так далее. Но если у вас есть время и желание, вы, соответственно, можете его поизучать и всю информацию там наблюдать. Если же у вас нет времени, желания, потому что, понятно, это же надо вникнуть, как этот сайт устроен, как он работает, как часто они там выкладывают эту информацию и так далее. Заходите мне раз в неделю, раз в месяц или раз в три месяца. Если на все это у вас нет времени, желания и возможностей, то, соответственно, я вас приглашаю присоединиться к своей группе. Она за лето практически не велась мною, потому что у нас были каникулы. Сейчас, естественно, я буду размещать там, как обычно, как и все предыдущие годы, материалы, которые вам будут полезны. И вот я обещала сегодня, Зоя просила, да, разместить в эту группу номенклатуру научных специальностей. Я сегодня, когда у нас вебинар закончится, у меня еще будет консультация с аспирантом, я после этого размещу в эту группу номенклатуру, чтобы она для вас была доступна и вы ее не искали. Ну и, естественно, там есть и приглашение на наши вебинары, и дополнительная полезная информация для вас. Кроме того, очень важно нам быть бдительными. Когда вы что-либо выбираете для себя, выбираете... Да, Анна, название вот такое смешное, существует оно уже почти пять лет со времени запуска первого курса по диссертациям. Поэтому я за то, что ваша диссертация должна вызывать у вас удовольствие, во-первых, да, как танец. А во-вторых, как и в танце, в подготовке к диссертации очень важен ритм. И, собственно говоря, своей деятельностью я провожу курс, вот вебинары с вами, индивидуальные консультации по этому поводу. Я как раз такой, знаете, учитель танцев, да, я задаю ритм, я учу поддерживать этот ритм и более с удовольствием двигаться к вашей цели. Так вот, если вы, друзья, готовитесь опубликовать какую-то свою работу, статью, или уже выбираете диссертационный совет, обязательно проверяйте данные об этом и о том, и о другом. Данные проверяем, опять же, так, сейчас я возьму вот эту указочку. Опять же, проверяем на сайте ВАГ, заходите по ссылке, вы можете эту ссылку даже не просто в поисковике пишем сайт ВАГ, первый же будет ваш сайт. Заходим сюда, и если мы говорим о диссертационных советах, то вот эта вкладочка. Если мы говорим с вами о том, где находятся журналы, то мы с вами заходим вот в этот раздел документы. Я надеюсь, появилась же, да, эта мышка, я-то ее вижу, надеюсь, что вы тоже видите. Раздел документы, это горизонтальное меню, вверху серенькое, такое тускленькое, третья вкладка, это документы. А, все вижу, большое спасибо за ваши огоньки, они мне помогают сориентироваться. Вот, то есть в разделе документы вы вот здесь это можете спокойненько посмотреть. Ну и, безусловно, я надеюсь, что сегодняшний вебинар для вас был полезен, и приглашаю вас на предстоящие вебинары. Опять же, когда мы с вами вместе, когда у вас есть возможность получить какую-то информацию за час-полтора там времени, компактно, очень четко и так далее, я думаю, что это выигрышная ситуация, чем самому искать. Поэтому я с радостью вас приглашаю на предстоящие наши вебинары. Вебинары у нас будут еще и ближайшие, я вот здесь только указала, естественно, у нас будут и далее вебинары. 10 октября мы с вами будем говорить о ситуации, почему не пишется диссертация. Это вообще один из самых частых запросов, с которыми, в частности, в консультацию на курс приходят люди, потому что идут, идут, работают, работают, и вот что-то внутри ломается, да, когда что-то не получается. И как дальше взяться и продолжить, вот эта задача непростая, об этом мы с вами и будем говорить. Ну и, естественно, для тех аспирантов, которые только начинают свой путь, которые только подступаются к и тексту, и вообще, может быть, только тему формулируют, конечно, приходите 27 октября, мы будем говорить о том, с чего, собственно говоря, стоит начинать диссертацию. И Татьяна уже в начале вебинара говорила, что можно на сайте Директ Академия зайти в раздел треки, да, потому что я постоянно веду вебинары, и там можно найти меня в перечне и на эти вебинары зарегистрироваться. Это гиперссылочки, то есть вы прямо проходите по названию и регистрируетесь прямо оттуда, и заодно планируете свое время, чтобы их не пропустить. Ну и, естественно, естественно, я приглашаю вас на курс, я рекомендую вам пройти на страничку этого курса. Почитайте обязательно отзывы, которые оставили участники, которые прошли. Мы очень часто ориентируемся именно на то, что говорят люди, а не что говорит спикер. Понятно, что он себя будет хвалить, да. Вот, поэтому, пожалуйста, если вам нужна какая-то поддержка, помощь, чтобы было легче на этом пути, чтобы вообще продолжить этот путь, конечно, приходите, я уверена, вы не пожалеете абсолютно. Ну и, друзья, я, как всегда, говорю о том, что мы всего лишь на час, и, может быть, кто-то не успевает воспринять информацию или не до конца успевает сформулировать вопрос, например, да. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы после вебинара, абсолютно без проблем, вы мне пишите на электронную почту, и я вам отвечаю. Единственное, как всегда, предупреждаю, что, пожалуйста, не ждите, что я отвечу через 10-15 минут, но в течение одного-двух дней обязательно отвечу, просто огромное количество приходит входящих писем. Вот, поэтому я благодарю вас за то, что вы присоединились. Я жду ваших вопросов, уже побежали в чате, спасибо, и ваши комментарии. Я тоже благодарю вас, очень рада быть полезной. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас есть еще какое-то время для того, чтобы я смогла ответить на ваши вопросы. Что непонятно, что вызывает, может быть, особое напряжение. Я вот, единственное, не вижу, пишите вы или не пишите. В любом случае, я жду ваших вопросов, если что, на почте. Если пишите, то в чате еще минуточку подожду. Да, я тоже благодарю вас, друзья. Большая проблема с оригинальностью. Эльвира, с оригинальностью чего? Диссертационные работы или статей? И почему она возникает? Диссертация. Потому что вы используете свои публикации или берете много источников других авторов и цитируете их? И самоцитирование. Смотрите, Эльвира, у нас в прошлом тоже учебном сезоне, может быть, в этом году мы тоже проведем, был вебинар. Я его ежегодно провожу. Параллельно, ну, компания «Антиплагиат», они большие молодцы, они ведут такую очень активную просветительскую работу. Я вам рассказываю на наших встречах, очень прикладное только то, что нужно для аспиранта-докторанта, а не для всех подряд. Поэтому поищите на канале, на YouTube-канале Директ Академии запись прошлогоднего нашего, не прошлогоднего, а прошлого сезона. То есть это учебный год, мне кажется, даже мы в этом году встречались. И там есть очень полезные советы относительно того, как бороться с самоцитированием. Если журнал с этого года перестал быть ваковским, засчитывается ли его публикация в прошлом как ваковская? Лидия, да, засчитывается. Смотрите, как устроен принцип. Главное, чтобы журнал имел статус в тот момент, когда вы опубликовались. Тогда публикация зачтется, как ваковская. Еще, друзья, вопросы есть или нет? Если вопросов нет, будем прощаться. Что называется, поддержите меня огонечком. Я увижу, что мы с вами не зря провели время вместе. Присоединяйтесь, пожалуйста, к вебинарам, смотрите записи вебинаров. Ну и, конечно, буду рада нашим встречам в дальнейшем. Поэтому всего доброго и обязательно увидимся. Удачи! Прекрасного вам дня!